Сегодня у нас рубрика «Эксперименты». Наверное, вы знаете, что если взять самый топовый 24-ядерный Core i9 и поставить его вот в такую, самую дешевую плату на H610, по сути, это офисное дно, ясное дело, если она не сгорит, то ей будет очень трудно. Огнетушитель, скорее всего, не пригодится, но вещь тематическая, пускай, постоит рядом. Мы не только проверим, во что эта плата превратит 14900K, а попытаемся облегчить ей страдания. Для этого у меня есть несколько мелких радиаторов и вентиляторы. Будем делать вторую версию H-OCH, колхозить этой бедолаге охлаждение. На связи МК, у нас несколько каналов для вас, Телеграм, ВК и даже Рутубе. Призываю вас переходить по ссылочкам в описании, подписываться на наши дополнительные ресурсы. Ссылочки все внизу, сейчас это актуально. Меня зовут Михаил Крошин. Пробуем выжать все из самой дешевой доски на H610. Поехали. Здорово, я все узнал. В общем, нормальный смартфон с восьмиядерным процессором, восьми гигами оперативы, чтоб дисплей был нормальный, там, камера. В общем, чтоб подходил для всех задач. Вот такой будет стоить 20-25 тысяч рублей, не меньше. Да за такие деньги можно два смартфона купить. Мега-скидки до 50% на смартфоны в Мегафоне. До 30 сентября, купив смартфон Redmi Note 13 в интернет-магазине Мегафона или в розничной сети оператора, вы получаете второй смартфон Redmi A3 и связь на три месяца в подарок. Тему для ролика в первую очередь подкинули сами производители таких плат. Все. Asus, MSI, Giga. Абсолютно все на своих сайтах пишут, что самые дешевые, по сути, рисовые материнки на простом чипсете H610 поддерживают 125-ваттные Core i9, которые даже по данным Intel в пике могут потреблять до 250 ватт. Особо наглые производители заявили поддержку 150-ваттного i9-14900KS, и это на платах без радиаторов. Каким образом они к этому пришли, для меня загадка. Сегодня мы этот момент уточним. Точное название платы, да даже производитель, не играет вообще никакой роли. У них у всех все одинаковое. 5-6 фаз питания на процессор без радиаторов, два слота под ОЗУ, один PCI-Express и минимум коннекторов. Разумеется, спроектирован H610 под самое простое железо, похожую плату мы уже тестировали с шестеркой райзенов, даже самые простые шесть ядер могут хорошо ее разогреть. На этот раз у нас мощнецкий i9-14900K. Давайте для начала посмотрим, к чему приведет вот такое комбо. Никаких проблем с запуском. После прошивки последнего биос, плата приняла i9 как родного, даже со свежим антидеградантским 129 микрокодом. И, конечно, она не выдала никаких предупреждений. XMP профиль на 3600 МГц применился, но только на частоте 3200, это уже ограничение дешевого чипсета. По умолчанию материнка строго следует спецификациям Intel'а, теплопакету 14900K в долгую 125 Вт, и есть быстрый буст до 250 Вт на полминуты. Чтобы не упираться в систему охлаждения, я подкинул процессору трехсекционную водянку. Это не самое лучшее решение из доступных на рынке, но 300 Вт на полных оборотах от i9 отвезти она может. Если заглянуть в CPU-Z, все на первый взгляд отлично. Тест быстрый, и зона питания не успевает понять, что с ней будет дальше. 14900K выдает почти 16000 многопотоки и около 1000 баллов в однопотоке. На топовой плате Z790 и мощном VRM результат был выше всего на 5%, а однопоток вообще на том же уровне. Пока что все хорошо. Плата, которая стоит в 10 раз дешевле процессора, смогла. Но самое сложное для H610 только начинается. Тест Cinebench R23 в долгую. Первые несколько секунд материнка пытается выдать процессору 230 Вт, после чего теплопакет пикирует даже не к стоковым 125, а до смешных 60. Причину вы видите в тепловизор. За те пару секунд буста мосфеты в зоне питания успевают раскалиться до 150 градусов. И срабатывает тепловая защита VRM, которая снижает потребление в 4 раза, а дальше 60 Вт держится почти всегда с редкими прыжками к 125 в начале нового прогона. Зона питания кипит. Результат 10-минутного теста Cinebench'а только 22 тысячи баллов. Наш i9 превратился в i5. В играх все ровно так же. В бенчмарке Киберпанка процессор первые несколько секунд пытается удержать 125 Вт с частотой около 5 ГГц на большие ядра, но плата быстро сдается и ваты падают к 60, а частоты к 3 ГГц. Зона питания при этом греется за сотню градусов. Мы снова видим в действии защиту от перегрева. Аналогичная ситуация и в требовательной к процессору одни из нас. Перегрев зоны питания, падение частоты и производительности. Ну и чтобы закрепить опыт, то же самое происходит в тесте Аватара. Падение со 130 к 60 и сброс частоты с 5 ГГц до 3,7. Вердикт, дешевые материнки на i610 в стоке не способны вытянуть топовые процессоры даже в игровой нагрузке. С такими прыжками за сотню градусов вопрос времени, когда стрельнет MOSFET и плата, возможно, вместе с процессором отправятся в кремниевую вальгалу. Раз Гигабайт не решила эту проблему на заводе, придется поработать руками. Снижаем оба значения TDP до 100 Вт, а заодно слегка андервольтним процессор на 100 милливольт. Теперь резких взлетов частоты и температуры нет. Но, как оказалось, даже 100 Вт много для кутсового ВРМ дешевой доски. Через несколько минут теста Cinebench'а ваты снова пикируют к 60, а частоты к 2 ГГц. И даже установка смешного теплопакета в 80 Вт не помогла. Зона питания прогревается дольше, но все равно плата не выдерживает 10 минут бенча и начинает троттлить. Свои эмоции по поводу вот этой материнки и ей похожих я еще опишу в конце. Давайте попробуем доработать зону ВРМ с помощью напильника. Самый простой способ накинуть парочку радиаторов сверху на мосфеты и с этой стороны тоже и посмотреть, что будет. У платы даже есть дырки рядом с ВРМ, но почему-то только сбоку, хотя самые горячие мосфеты наверху. Мы подыскали простенькие радиаторы с помощью бор-машины и болгарки, слегка их кастомизировали. Теперь у нас есть пара алюминиевых радиаторов под эту плату. Накидываем сверху толстые термопрокладки и получаем универсальный H-OCH Lite. С радиаторами ситуация стала лучше, но ненамного и ненадолго. Стабильных 125 Вт снова нет. Падения к 60 Вт остались, но они стали реже. Радиаторы быстро прогреваются под 90 градусов, а значит на самих мосфетах снова за сотню. Необходимо принудительно их охлаждать. Со времен первого H-OCH, когда мы колхозили охлад для майнерской видеокарты, у меня осталось два небольших вентилятора и я нашел охладитель под ОЗУ. Ставим их поверх наших радиаторов, крепим на переходники, так как на плате всего 3 4-пиновых разъема под вертушки и накручиваем в BIOS максимальные обороты. Теперь зона питания может отдать процессору аж 170 Вт без перегрева. Для рабочих задач этого точно мало. Как будет в играх, посмотрим. Теперь давайте сравним, что у нас получилось. Слева будет полный сток из коробки. Надеюсь, плата выживет и не убьет мне процессор за 60 тысяч рублей. По центру принудительное охлаждение и TDP в 170 Вт. И справа идеальный вариант. Плата на Z790 и 300 Вт потребления. Больше не вывезет уже водянка. 170 Вт в сайне для 24-ядерного i9 даже не близко для полного раскрытия. Но разница со стоковой платой по баллам аж в полтора раза. Наши потуги прошли не зря. При этом температура обдуваемых радиаторов не превышает 80 градусов. Мосфеты работают на пределе. Итоговые 33 тысячи попугаев это уровень i7-14700K. Недобор около 20%. Только на топовой Z790 результат близок к нормальным 40 тысячам баллам. Тут слегка не хватило охлаждения. В более новом Sinebench R24 ситуация схожа. Однопоток во всех трех случаях одинаков. Одному ядру i9 60 Вт хватает. А вот по многопоточной производительности разброс почти в два раза. В стоке можно рассчитывать на 1300 баллов. Это уровень Apple M1. 170 Вт позволяют догнать уже M1 Ultra. Ну а на топовой Z790-14900K обгоняет себя же на стоковой H610 без охлаждения сразу же на 75%. Более холодный тест архивации 7-Zip очень любит оперативку. Поэтому у H610 на DDR4-3200 нет ни единого шанса против Z790, у которого раскочегарено до 6800 МГц DDR5. Но даже здесь видно, что и чёчь делай свою работу. С активным охлаждением VRM Core i9 становится почти на 15% быстрее. Разносторонний тест PassMark тоже не всегда грузит процессор на полную. Поэтому загнанный в 60 Вт 14900K держится достойно. Результат в 43 тысячи баллов в стоке это чуть быстрее 12900K. Всё-таки энергоэффективные кокосы в жёстких лимитах показывают себя с лучшей стороны. Колхозное охлаждение улучшает результат на 10%. Но всё равно до Z790 остаётся ещё четверть потерянной производительности. А вот быстрый игровой тест процессоров 3DMark Time Spy отдал предпочтение стоковой плате. И это логично. 10 секунд буста до 250 Вт позволяют 14900K оторваться от заниженной до 170 Вт охлаждённой версии H610 на 10%. Правда, ценой нагрева мосфетов до 150 градусов. В любом случае, 300 Вт вариант Core i9 на Z790 впереди минимум на четверть. Выводы подведём в конце, переходим к тестам в играх. Посмотрим, сможет ли нагрузить RTX 3080 Ti замедленный 24-ядерный Core i9. Начнём с Киберпанка. На высоких настройках графики. С DLSS на ультрапроизводительность, чтоб не было упора в GPU. Как мы уже видели, стоковая плата быстро падает к 60 Вт, временами пытаясь вернуться к 125 Вт. H-OCH позволяет процессору потреблять за 150 Вт, благодаря чему частота больших ядер почти всегда держится на уровне 5 ГГц. Но до полного раскрытия не хватает ещё сотни Вт. Так что даже максимально тюнингованный вариант H610 теряет около 20% FPS по бенчмарку. Ну а разница между дешёвым стоком и Z790 внушительные 40%. Конечно, какую-то часть прироста обеспечила DDR5, но в любом случае даже активное охлаждение не позволяет превратить H610 в топовую материнку. В порте одних из нас нет бенчмарка, так что будем ловить разницу FPS на глаз. Между стоком и H-OCH'ем она на уровне 10-15%, это при том, что частоты отличаются на треть. Всё-таки DDR4-3200 не лучший компаньон для Core i9, если хочется видеть за 150 кадров. Если играть дольше 1-2 минут без активного охлаждения, плата сбросит FPS из-за перегрева. Тот же тестовый участок на Z790 подтверждает превосходство DDR5-6800. Разница по частоте с H-OCH вариантом лишь 10%, а по производительности временами все 25%. Идеально оптимизированному под многопоток Total War 3 память не важна, да и к частотам выше 5 ГГц он холоден. Поэтому даже в конце бенчмарка, когда плата свалилась к 60 Вт, разница между стоком и колхозом меньше 5%, при дельте частот 1,5 ГГц. Вариант на Z790 с бустом под 5,7 ГГц, конечно, выбился в лидеры, но прирост тут гомеопатический. Но и в Pandora даже урезанный до 60 Вт Core i9 смог нагрузить работу RTX 3080 Ti в HD с FSR на ультрапроизводительность. Вот он, новый неожиданный эталон оптимизации от Ubisoft. Разница в треть по частотам между стоком и H-OCH практически незаметна. На 10% выбивается Z790 вместе с DDR5. В общем, с такими процессорами пора откладывать на RTX 5090 Ti Ultra Super. Я уже предвижу комментарии о том, что вот такие платы создаются под всякие Pentium, Core i3, никто не станет их брать под i9. И я не спорю, никто не требует от платы за 6-7 тысяч рублей выдавать 250 Вт в процессор на постоянку, хотя это было бы неплохо. Но эти доски не выдерживают даже самые базовые спецификации Intel. И поверьте мне, их покупают даже под свежие Core i5. Какие 125 Вт? Реальный потолок смешные 60 с температурами в сотку. И ни один вендор на своем сайте ни слова не пишет о том, что их платы поддерживают топовые процессоры чисто для галочки. Зато на коробке крупным текстом пишут про крутую гибридную зону питания с 8 фазами, которой на практике не вывезут даже младшие i5. Эта плата разогрелась до 150 градусов. Это уже температура плавления припоя. Она задушила 14900К по теплопакету сразу же в 4 раза. В рабочих задачах он падает до уровня старших Core i5. Отставание от нормы доходит до двухкратного. В играх дела обстоят немного лучше, спасает 24 свежих ядра, которые даже на зионной частоте нагружают RTX 3080 Ti. Но все равно разница Z790 на DDR5 доходит до 40%. Это вообще другой уровень. Да, раньше дешевым платам помогал колхозинг радиаторов, но мы живем в эпоху глобального потепления процессоров. Поэтому забудьте про эти тонюсенькие легкие кусочки алюминия на MOSFET'ах. Их не хватит даже на 125 Вт. Поэтому даже вот такие заводские платы по типу этой G-SHUE с алюминиевыми радиаторами на MOSFET'ах не помогут и не вытянут даже Core i5. Только установка радиаторов вместе с вентиляторами на VRM позволили плате отдать 170 Вт. Для i9 этого маловато даже для игрушек. И я напомню, что 14600K в прошлом тесте потреблял 240 Вт в рабочих задачах. Я думаю, маркетологи объяснили инженерам, что так надо, и производители специально делают 610 платы максимально голыми, чтобы как можно сильнее отделить их от более дорогих решений на B-чипсетах. Там VRM зачастую не особо лучше, и за пару минут гугления находится ровно такая же материнка, только уже на B660 с такой же зоной питания, но уже с радиаторами. Вытянет такая плата 125 Вт? Конечно нет. А ведь формально это даже не самое дно. На B660 уже можно гнать память. Не нужно экономить, брать дешевую материнку и колхозить к ней охлаждение, чтобы она хоть как-то вытянула свежий процессор. Велик шанс, что у вас что-нибудь коротнет. Даже удивительно, что я не убил эту мать. Опыт у меня в этом имеется. Этот вариант скорее спасательный круг, если вас угораздило, и нужно хоть как-то заставить работать нормально горячий чип на дешевой плате. У нас в телеге кто-то так охлаждает Xeon. Очень уютная фотокарточка. Поэтому не поленитесь. При выборе платы под горячий процессор внимательно изучите ее описание и обзоры. Зона питания куда важнее десятков USB и RGB подсветки. Экономия пары тысяч рублей может существенно сказаться на времени жизни платы и производительности чипа. Не знаю, на каком канале вы сейчас сидите. Пока у нас тут происходит веерное устаревание серверов YouTube. Все обсуждают замедление. Большинство уже нашли способ вернуть себе скорость. Даже старшее поколение узнало про всякие DPI и VPN. Не знаю, что это такое. Статистика просмотров не даст соврать. Но мы льем везде. В ВК, в телеге и даже для двух тысяч человек в Рутубе, между прочим. Возможно, там когда-нибудь заработают алгоритмы. Пока что мы смотрим все там пиратский контент в высоком качестве. Так что подписывайтесь на нас везде, где удобно. Каналы лишними не бывают. Это я вам как инженер космической связи говорю. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Сеанс связи окончен. Субтитры сделал DimaTorzok